И к другим темам. Казалародинская область с начала года экспортировала больше 25 тысяч тонн сельхозпродукции. Из них 4,5 тысячи произведено в Казалинском районе. Кроме того, там с помощью господдержки развивают обрабатывающую промышленность. Среди проектов, предлагаемых под льготные кредиты, немало экспортно-ориентированных продуктов. Одна из местных предпринимательниц построила бизнес по заготовке камыша и наладила поставки за рубеж. С ее делом ознакомились мои коллеги. Венера Тайлакбаева уже несколько лет занимается экспортом камыша в Европу. У нее в подчинении примерно 300 рабочих. Иностранцы используют камышовый тростник в строительстве в качестве кровельного покрытия. Поэтому особое внимание уделяют качеству сырья. Казалардинский камыш очень востребован. Причина в плотности, говорят эксперты. Ежегодно экспортируется порядка 170 тонн продукции. В этом году из Казалинского района экспортировано 4,5 тысячи тонн продукции. Помимо камыша в этом списке есть рыба, рис и садовые продукты. Однако ориентация на обрабатывающую промышленность высока. Сейчас на территории района из 7 тысяч бизнес-объектов активно функционирует более 95%. Основное направление сейчас хорошо адаптировано к производству продукции. Недавно наши граждане получили безвозмездный грант и выпустили Казалинское мыло. Раньше нас видели как бренд с конфетами Казалы. А сейчас мы хорошо работаем с мылом. В настоящее время в районе профинансировано 242 проекта. Они ведут свою деятельность, получив кредиты в банках второго уровня. И безвозмездные гранты на общую сумму 580 миллионов тенге. Больше всего из области экспортируют сельскохозяйственную продукцию. С начала года на внешний рынок было отправлено 25 тысяч тонн на сумму более 15 миллионов долларов.